привет народ я с вами хочу поделиться своим мнением про ранговые бои начнем с того что это второй ранговый сезон и ранговые бои это уже не новинка поэтому по сути если вы уже прошлое видео видели у ранговым боям ничего нового я вам посоветовать не могу кардинально ничего не изменилось хочется сказать что начисление бонов стало очень лояльным и очень все легко и просто начисляется никаких сверх отнимание шевронов нету чтобы потерять шеврон нужно не попасть по опыту в топ-5 если вы попали в топ-5 то вы шеврон не теряйте а если вы занимаете первое место в проигравшей команде то вы еще и получать шеврон в победившей же команде первые три места по опыту получают два шеврона остальные семь человек до 10 место в топе по опыту получает один шеврон остальные его просто не теряют на мой взгляд это более чем лояльная и очень мягкое получение и утрата шевронов в целом если вы будете играть хорошо и будете стараться шеврона вы будете терять редко но все равно даже если вы хороший игрок шевроны надо терять придется но в целом мне очень нравится эта таблица начисления шевронов вторые ранговые бои которые у нас сейчас уже начались в целом будет пройти на мой взгляд довольно таки несложно если ваш аккаунт подготовлю а чтобы он был готов к этим ранговым боям вам нужно хотя бы пару лямов серебра в зависимости от того насколько вы умелый и вменяемый игрок ну и нужные танки на каких же танках на мой взгляд легче всего будет проходить ранговые бои это все имбовые всякие башенные и быстрые танки в частности тяжелые лучше всего подойдут легче чем на них наверно пройти будет не на чем также на каких-нибудь башенных стежках можно будет попробовать у которых крепкие башни хорошего военной альфа пробитие на них тоже можно будет попробовать но там уже надо будет вертеться как уж на сковородке по всей карте от башенки туда-сюда и в целом это будет на мой взгляд потяжелее а вот с крепкими башнями быстрые всякие тяжелые танки с офигенными дренами у которых голдовое пробитие по 340 да и фугасах от нормально так залетают по 200 по 100 я играю на в за 115 а на мой взгляд можно также на 113 играть на объекте 277 на и седьмом на любой вкус выбирайте такой вот тяжелый быстрый танк с башней крепкой ездите быстро занимаете первые линии для того чтобы много опыта получать и своими дренами бахайте от башни башня крепкая пушка хорошая скорость позволяют занимать первые линии это идеальный рецепт для прохождения ранговых боев на легке без больших затрат серебра заряжайте там около 10 ббшек 15 голдовых снарядов и 10-15 фугасов плюс-минус под себя подстраивайте какое-то там количество вам надо но всех снарядов на мой взгляд должно быть много для того чтобы дешево и легко пройти ранговые бои вам понадобятся и фугасы и голдовые снаряды иногда можно будет и ббшками пострелять самое главное в ранговых боях это получать много опыта чтобы его много получать вам как раз и понадобится быстрая скорость крепкая башня хорошая пушка все это есть у быстрых таких вот тяжей также еще можно попробовать на суперкане поиграть ну или на каких-нибудь других башенных танках но на мой взгляд китайские советские быстрые танки с крепкой башни самые лучшие на них легче всего играть быстро приезжайте на первые линии и там от башни с хорошей пушкой бодаетесь у вас всегда будет много опыта и вам будет легко пройти ранговые бои на легке на всем остальном на мой взгляд будет намного тяжелее проходить с вами был варчик играть красиво всем пока